Наша музыка. Наша. Добрый вечер, дамы и господа. Воздух на нашем. Я вас всех приветствую. Михаил Марголес у микрофона. И сегодня у меня в гостях, собственно говоря, люди, которых вообще можно никак не представлять. Знаете, существуют такие вот мировые бренды, да, когда вот ты называешь его, и, собственно говоря, у людей сразу целая ассоциативная цепочка выстраивается, да. Я даже не боюсь рекламных отделов сказать слово «Ковыколы». Все поймут, что речь идёт не о водке, да. Скажешь там слово «Макдональд», да, все поймут, что речь идёт не о, скажем, там, каком-нибудь пляже там или самолёте. Но вот то же самое. Если вы говорите «Машина времени», всем понятно, да, это уже что-то такое, что существует с нами всю жизнь. Группа «Машина времени» сегодня у меня в гостях. Всем привет, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д��ücke ДimaTorzok Дem 함께 ДimaTorzok 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 Эти реки Не тревожит весло Вода застыла В них словно стекло Мне очень жаль, мама Но эти реки Никуда не текут Эти птицы Никуда не летят Они забыли про небо Эти птицы Никуда не летят Они забыли про небо Если жить по расчету И наверняка То крылья Усыхают и врастают Пока мне очень жаль Мама, но эти птицы Никуда не летят Субтитры подогнал «Симон» 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 Эти люди никуда не спешат Они забыли про время Когда звонит последний звонок Поздно считать, что ты смог Что не смог Мне очень жаль, мама Но эти люди никуда не спешат Эти вещи никуда не текут Они забыли про море Эти птицы никуда не летят Они забыли про небо Эти люди никуда не спешат Они забыли про время Мне очень жаль, мама Но эти реки никуда не текут Эти реки никуда не текут Они забыли про море Эти птицы никуда не летят Они забыли про небо Эти люди никуда не летят Эти люди никуда не спешат Они забыли про время Мне очень жаль, мама Но эти реки никуда не текут Мне очень жаль, мама, но эти риги никуда летят. Мне очень жаль, мама, но эти риги никуда летят. Продолжаем, Михаил Маргоев, с микрофона. Такой вопрос теперь к Саше Кутикову, скорее. Скажи, Саш, обладает только каталогом или, скажем, бэк-каталогом группы «Машин времени». Уже достаточно ли того, чтобы рекорд-лэбл был успешным? В сегодняшнее время нет. А что нужное? Дело в том, что очень быстро стареет музыка, так как в современной системе музыкального бизнеса. Так как очень много цифровых магазинов различных, то нужно постоянно обновляться. Вы следили за тем, какой резонанс вызывают записи машины последних пяти лет? Насколько на них публика реагирует лучше или нет? Опять-таки по этим же показателям. Да, естественно, но по-разному. Все равно поповоротно нужнее или нет? На разные альбомы по-разному реагируют, но классика всегда пользуется большим спросом. Имеется в виду репертуарная классика. Но это не только у нас, это во всем мире так. «Wish You Were Here» и «Dark Side of the Moon» продаются до сих пор. Хотя у Pink Floyd было очень много альбомов. Совершенно такой напрашивающий момент. Тем более Андрей ты о нем сказал уже. А ведь действительно, если брать историю машины времени, которая действительно в 46 лет существует, и дай бог там будет и полувековая и так далее, очень же похоже все примерно на то, как начиналось, вдруг стало. По среде, по атмосфере. Только вы уже мэтры, но сама по себе. Общее настроение, общая ситуация в обществе и так далее. Очень похоже на, по крайней мере, на время, когда я ходил впервые на машину времени, допустим, 35 лет назад. Да нет, на мой взгляд, отличий больше, чем сводство. Я тоже так думаю. Я не хотел бы сейчас в это углубляться. Такое настроение хорошее. Хорошо. Настроение хорошее, просто можно, я бы сказал бы два слова по этой теме. Скажем, тот интеллект, который концентрировался на кухнях советских, он несколько выше того интеллекта, который концентрируется сегодня на кухнях российских. Вот так даже. Интересно. Да, насчет кухни это интересно. Тогда и сейчас. Когда он тогда концентрировался на кухнях, а вообще, когда было еще то кухонное время, которое для машины тоже в какой-то степени было, так сказать, в общем-то ощутимо, было же очень много в истории машины, каких-то людей, знакомых, даже тех, кто был причастен на первом этапе к еще тем вот практически школьным, практически твоим опытам, да, с кем из них, вот скажем, опять-таки, вот за последние там лет 5-6 доводилось так встречаться и тесно общаться? Вот так вот прикидывая, о, вот кем-то стал. Ну, надо сказать, что со многими мы общение не прерывали, начиная с Саши Градского, например, да, который, кстати, открывает таки в сентябре свой центр замечательный. Вот. Я недавно посмотрел, как это выглядит. Это потрясающее будет место, очень хороший концертный зал. А Юру Фокина видели, в общем, не очень давно. Скорее о них, да. Несмотря на то, что... Юрку Борзову. Борзову Юра я вижу постоянно. С ним мы вообще в школе начинали все это дело. Нет, нет, люди остались. Слава богу, не все еще в лучшем из миров. Ну да. От них мы тоже, кстати, конечно, всем упомянем. А взаимопонимание примерно вот похоже на то, что было, не знаю, в студенческие школьные годы? Или вот, допустим, ну вот бывали ситуации, когда ты встречаешь кого-то и говоришь, вот, слушай, сейчас бы и не подумал бы, что вот он там стал таким или сказал бы вот это, как вот, допустим, каким я его знал тогда, допустим, в 20 лет, 25? Ну, скорее нет, чем да. По большому счету нет. Это хорошо, на самом деле, да, если все-таки остается... Да, ну и тогда, соответственно, говоря, опять-таки, еще о том времени, как часто сегодня удается проходить по тем местам, ну, не знаю, по той же школе в Хадашевском и так далее. Вообще, в принципе, хоть когда-то возникает такое, не знаю, нежелание там сравнить, посмотреть, узнать, как это все поменялось? Очень редко. Ты себя вообще с трудом представляешь в мою жизни. У меня четыре музыкальных проекта, все действующие, понимаешь? Поэтому, если я где-то мимо чего-то прохожу, то, как правило, с какой-то целью. Вот так вот пойти погулять мимо своей школы, последний раз это было случайно прошлым летом, потому что что-то у меня отменилось. Ну, я вообще не люблю в себе будить вот эти сладкие ностальгические чувства. То есть ты не буддист? Нет, он не продуктивный. Нет, он буддист, но не в этом смысле, понимаешь? Я завершу с этой темой просто потому, что вот совсем буквально на днях тут была информация о том, что в Америке, в одном из местечек, где большую часть времени в свое время провел Билли Джоэл, прекрасный себе еще здравствующий и уважаемый, вот, и где, так сказать, это местечко даже упоминалось в одной из его песен, да, вот сейчас местные власти, местные органы самоуправления, там, или муниципалитет, решил назвать улицу его именем. Улицу Билли Джоэл, да, то есть он жив, то есть поэтому здесь вопрос совершенно очевиден. Значит, согласно российским законам, через 10 лет после... Это да, это да, никому не желают, даже, что называется. Но не в этом, я же тебе, как сказал, гипотетически подумать об этом. Если бы вдруг, вот просто даже где-то с кем-то разговаривали, слушай, вот, Андрей, хотим ли мы улицу назвать? То есть, только вот не говоря, потому что, вы знаете, мне не надо, вот, где бы ты представил себе этот район, если... Нигде, господи, меня меньше на свете волнует этот вопрос, клянусь тебе. Понятно. Вот совсем я этого фанфаронства лишил. Ну, я не с точки зрения славы, просто с точки зрения какого-то, может быть, теплоты определенного, так сказать, московского района, допустим. Да не надо это. Окей, ладно, улица Макалевича подождет, а вот группа «Машин времени» у нас, так что давайте еще сыграем, воздух на нашем, поехали. Червец в холоде, тесно в комнате, тесно в городе, Мир – большая тюрьма, кутерьма. Лето в холоде, танцы в холоде, кто на проводе? На проводе тьма, тишина. И не склеить осколки, И не вытравить мрак. Видишь, как платятся волки Из бездомных собак. Сосуй башку в телевизор, Протри кушетку на дыр. Ты уже посмертно вбиться в этот Брошенный, брошенный, брошенный богом. Волком, зайчикой, полтом, гаечкой, Кем ты был, кем не был, Пойди разберись, Обернись. Встал овечкой, встал за свечкой, Нынче бог тебе, Как фиговый лист, Типа чист. И сомневаться не надо, Время вспять не течет, Ровно полность в день За складом уйдет, Со счета на счет. Но сейчас не об этом, Я хочу, чтобы жил, Вот-то бросит лучик света В этот брошенный, брошенный, Брошенный богом мир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сомневаться не надо Время вспять не течет Ровно полность в день Со склада уйдет со счета на счет Но сейчас не об этом Я так хочу, чтобы жил Тот, кто бросит лучших светов Этот брошенный, брошенный, брошенный богом мир Машина времени в воздухе на нашем Мы продолжаем Михаил Маргориц у микрофона Мировоззренческий такой все-таки момент Один хотел бы я затронуть Не знаю, Андрей, на тебе вопрос Вот если взять отечественный рок А мы все-таки, прежде всего, наше радио И мы говорим о русском роке То вот если взять его срез В середине 80-х Скажем, второй половины 80-х Огромное количество песен выходило Во-первых, мало того, что Достаточно, может быть, содержательных И, возможно, лучших У тех авторов, которых сейчас назову Во-вторых, с очень серьезным резонансом у публики То есть Башлачев пел Абсолютного вахтера Шевчук пел Я получил эту роль Или Ветры с тобой Наутил успел рвать ткань Ну и, понятно, скованный одной цепью И можем еще, там, Кинчев пел Мое поколение То есть везде было обращение К какому-то состоянию общества И, как правило, оно шло в антитезу Тому, что, как бы, директивно В этот момент насаждалось И человек, который выходил В образе героя рок-н-ролла И об этом обращался к публике Наоборот, было ей принято Наоборот, вот это и было публике надо Сейчас у меня ощущение Что большая часть рок-музыкантов Наоборот, становится воспринята Той аудиторией, которая слушает рок Тогда, когда они абсолютно в тренде Что называются, находятся То есть, либо они говорят Какие-то вещи отвлеченные Ты такое замечаешь или нет для себя? Ну, здесь много причин, на самом деле Во-первых, вот та фантастическая эпоха Открытий о вроке Которая в мире была в начале 70-х Да? Она к нам докатилась, в общем, к концу 70-х И к началу 80-х То есть, пустила корни на российской земле Потом надо помнить, что волосатый человек В рваных джинсах с электрогитарой Был мессией Уже по определению Вот он выходил И от него уже ждали пророчеств и откровений А сегодня их никто не ждет Эпоха сменилась Их наелись Во-первых, этих пророчеств и откровений В прошлое десятилетие, да? И вообще воздух изменился в мире Не только в нашей стране, а во всем мире Поэтому я не очень интересуюсь этой музыкой сегодня Сегодня это один из товаров на рынке, понимаешь, да? На большом-большом прилавке, где лежит всего понемногу Есть более талантливый, менее талантливый Более дорогой, менее дорогой Ну, это уже не какой-то небесный свет, скажем так Ну, безусловно, да Ну, то есть, скажем так, заканчивая твою мысль Условно говоря, вряд ли бы сегодня, допустим, мог бы появиться Даже по мировым меркам, хотя, наверное, может быть, Бонна себя каким-то образом Таким, наверное, мнит или видит, да Но вряд ли появился такой человек, допустим, как Роджер Уотерс, да? То есть, допустим, сегодня Ну, я тебе больше скажу, что если бы мне было сегодня 17 лет Я бы точно не стал музыкантом А вот даже так? Нет, меня бы не потащила та музыка, которая звучит сегодня Ну, просто не потащила Господа, как летописец, как мне сегодня сам же сказал Андрей Макаревич, группа «Машин времени» Я впервые слышу от него это откровение сегодня А с другой стороны, я тебе хочу сказать, что поскольку все идет волнами, да? Значит, тем ближе какая-то новая волна И, конечно, не новый Роджер Уотерс появится А появится какой-то молодой человек, который скажет совершенно новое слово Очень простое И все удивятся, как ты мне пришел в голову И все повернутся в его сторону И все опять начнется Саша, а вот ты сейчас, услышав этого А скажи, а ты, если бы тебе сейчас вновь 17 Ты бы стал все-таки музыкантом или тоже уже нет? Думаю, что да Да, потому что, скажем, в отличие от Андрея Мне многое интересно в современной музыке И в современной рок-музыке И думаю, что, скажем, если бы мне было 17 лет И у меня был бы тот же багаж знаний музыкальных, который был на период, когда мне было 17 лет Я бы все равно занимался бы музыкой Сейчас очень много интересного Просто очень многое из того, что шло от слова Вот, как говорил Андрей Сейчас идет немножко от другого Идет больше от музыки Но такие периоды, как, опять же, Андрей говорил, они случались Были периоды Ес Были периоды Дженезиса, да? Ну да Пинк Флойд Были периоды Боба Дилана, безусловно Но, с другой стороны, если вы говорите о Синусоте Значит, должно снова вернуться и период слова, да, в музыке? Безусловно А слово никуда не денется, понимаешь, даже оно было в начале Безусловно Безусловно Просто, скажем, те философские осмысления молодых людей, которые пришлись на нашу молодость В тех формулировках, в которых это было озвучено в песнях Вероятно, сегодня не работают Или работают не так, как это было в те времена И сегодня, я думаю, появятся молодые люди, которые смогут сформулировать новым языком Те философские, скажем, тенденции Которые их интересуют Философско-жизненные Дай бог, что мы не появились Потому что, на самом деле, все относительно Для меня группа «Ундерро» до сих пор молодая группа Вот они формулируют новым языком А с другой стороны, какие они к черту молодые уже Ну, это да Молодые, это которым по 17 Ну, да, об это, кстати, относятся к очень большому количеству Надо понимать, что правильно, с точки зрения хорошей песни Сформулировать может только хороший поэт Ну, да А не автор текста Так вот, хороший поэт в песенном жанре появляется очень редко Реже, чем в обычной поэзии Ну, безусловно, да Господа, я думаю, что здесь продолжающий итог, что говорил Саша, тоже говорил Андрей Здесь, наверное, такой еще тезис, да Что группа «Ундервуд», видимо, всегда будет молодой, пока существует группа «Машина времени» Которая тоже всегда будет молодой Да, всегда будет молодой, да Опять-таки, ты говорил о многих своих проектах и так далее Самостоятельных, я сейчас говорю уже о Андрея Макаревича, да Ты вообще, в принципе, к этому всегда открыт И даже сочетание там абсолютно параллельно существующих жанров Для тебя тоже всегда интересно там, да То есть в данном случае, вот прям совсем простой пример Ты когда-то играл, и довольно, мне кажется, был интересный проект Ну, понятно, еще в бытность Артура Пеляева Ты делал вещи общие с группой «Квартал» Вот Саша Дедковский, который, по сути, для меня уже ассоциируется Как постоянный тоже участник группы «Машина времени» И, собственно, Саша сейчас, по сути, является одним из проводников Вот сегодняшней идеи «Квартала», да И Таня Литвиненко существует «Машина» и «Квартал» сейчас могут вместе что-то сделать? Вообще, хорошие музыканты, я осмелюсь себя к ним причислить, да Они могут делать все, что угодно в любой компании Вопрос в том, насколько это нужно, насколько это им интересно Арик тогда в свое время, это его была идея, не моя Он как-то совсем по-своему услышал песни «Машины» Сделал странные довольно аранжировки, спорные такие Которые апологетам «Машины» могли и не понравиться Да, и я помню, что и не понравились А мне это было дико интересно, потому что посмотреть под другим углом На песню, которую все знают наизусть, это всегда любопытно Когда делает хорошая музыкальная компания, да Но это в любом случае интересно, поэтому я на это пошел с легкостью Саш, ну вот смотри, ну как бы, по сути, сейчас ты за Арика Ну так, условно говоря, конечно, я понимаю А сейчас, вот, допустим, тому же «Кварталу» Есть что предложить, допустим, «Машине» для такого совместного проекта? Я даже не знаю, мне кажется, всему свое время Это было такое время просто поисков, экспериментов Теперь уже пришло время вот Андрею мне предложить вместе поиграть А, вот так вот Окей, ну давайте тогда пока, значит, Андрей будет предлагать Что тебе предложить поиграть Я предлагаю вам всем поиграть вместе «Машина времени» в воздухе на нашем, мы продолжаем Мама, город по крыше засыпала снегом Мама, что-то случилось с землей и небом Мне приснилось, что мы потеряли друг друга Мама, слышишь, как плачет над городом вьюга Мне приснилось, что люди уже и не люди Я боюсь, что усну, а рассвета не будет И метель понесет меня выше и выше И никто не поможет, никто не услышит Успокойся, малыш, и не плачь Что ты, что ты Просто ангел не может найти свои ноты Он терял их раньше, такое случалось Но пока, слава Богу, удачно кончалось Он найдет их дружок, в этом нету сомнения И над небом опять созвенит его пень Вот тогда слово в строку, дружок Вот тогда ногу встреть Ах, какое наступное прекрасное время Субтитры создавал DimaTorzok 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 Которую написал Саша Зарезкий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я так глубоко не копаю Мне позвонил Саша Зарезкий Говорит, можно я тебе песенку покажу Он показал Песенка очень красивая Вот в тех традициях старых, которые я люблю Многие пытаются иногда Что-то в этой традиции сделать Не у всех получается, потому что надо чувствовать эту эпоху Вот, стих хороший Он говорит, давай вместе поем Я говорю, давай Там же еще, я почему говорю, что там не просто Там весьма, казалось бы, созданные из хроники Но очень, так сказать, достаточно четко построенный клип Потом здорово сняли клип Я приехал петь, смотрю, гитара стоит на студии Говорю, давай я еще сыграю что-нибудь Он говорит, давай То есть все было совершенно спонтанно А над клипом, так сказать, над его вот этой вот монтажом, скажем так Там большое твое участие? Никакого Вообще Это все без меня делалось Вот так вот, да? Сейчас есть правильное разделение труда Клип делает сценарист и режиссер Музыку пишет музыка Но попало на мой взгляд, мне кажется, по образам в точку Примерно вот именно такие, мне кажется, сейчас мысли И такую, может быть, философию Ты сейчас как бы и пытаешься озвучивать Ну, слава богу, что это так совпадает Окей Вопрос вот Такое же, переключимся на другую тему Вопрос вот радиоведущего Михаила Маргулиса Когда вы в предыдущий раз виделись с музыкантом Евгением Маргулисом? Вот так глазами довольно давно Мы с ним так переписываемся периодически Посылаем друг другу какие-то фотки, какие-то песенки Значит, на самом деле, не так много времени свободно, чтобы просто вот так встречаться Я опять-таки к чему спросил Ведь в истории Жени Маргулиса, в его истории взаимоотношений с машиной времени Вот такие периоды были, как знаешь, как такая старая-старая семья Из которой то хлопают дверь, потом опять заходят, потом опять Уже не начались какие-то опять поклевки там? Ну что, может быть опять... Мне кажется, это вопрос к нему Понятно Лично мы не испытываем каких-то недостатков в музыкальных силах на сегодняшний день Понятно, да, исчерпывающе После песни «Мама» сейчас опять-таки вот хочу сказать, что смотри Ты действительно всегда в повествовательном каком-то ключе, что называется В обычном общении таком, да, вот что называется вне сценическом, да Стараешься быть достаточно ироничным и хочешь это, и к этому как бы идешь Но если сейчас вот брать линию песен, по крайней мере песен последнего времени, да Вот твоих ли личных, которых ты исполняешь в основном сольные Или даже тех, что входит в препараты машины Все-таки в них вот налет такой, пускай светлой, как это часто говорится, грусти, но он присутствует Именно вот такой как бы грустный период Знаешь, там у Пикассо там розовый, синий, голубой А вот у Макаревича сейчас грустный период Это так или я ошибаюсь? Нет, я думаю, что разные бывают песни Дело в том, что песня сама решает, какой ей быть Не бывает такое, что ты сел за письменный стол А ну-ка я сейчас напишу веселую песню И вот вам веселая песня Она сама приходит, а ей лучше знать, какой ей быть Ну я вот сейчас даже, видишь, тебе говорю, не только с точки зрения там песни «Мама» Ну там, не знаю, с точки зрения там песни «Крысы» И еще там как бы ряд других произведений То есть которые, в общем-то, получались Ну мало того, что достаточно такими, ну, жесткими высказаниями Ну то есть это, но они не происходят От лица человека, который сейчас абсолютно умиротворен То есть ему вот как бы гармонично, нормально и расслаблено Ну слушай, мы интеллигентные люди Ты хочешь, чтобы я сейчас тут истерику закатил? Я могу, в принципе Ну, во-первых, это неинтересно У нас сейчас истерики по телевизору закатывают Не, не получится, Андрей, не получится Еще не репетировали истерику, да И как подыграть-то? Подыграть-то как, да? Понятно Я тебя слишком хорошо знаю Хорошо, слушай, а вот пока вот Игорь стоит там Всякие вещи проверяет Скажи, а ты вот можешь тоже ответить на допрос Который был предыдущий, вот от радиоведущего Маргулиса Маргулис ушел в свое время А потом так часто очень совпадало Что когда машина времени представлялась Как бы получалось, как будто бы Игорь Хомич Пришел на место Евгения Маргулиса Хотя он пришел просто сам Псеверус, как гитарист хороший Но тем не менее, вот у тебя были такие же примерно там, не знаю, сложности на первых порах в машине времени Как могли бы быть у Андрея Державина, который сейчас говорит, что у него таких сложностей не было То есть бац, вот там стоял Гуля, а теперь стоит, значит, Хомич А в зале фанаты такие, ортодоксы из прошлого Нет, не было у меня таких сложностей Сложности были другие Сложности были, как влиться в коллектив Как сыграть эту музыку по-человечески Чтобы не больше, не меньше А как надо А на место Евгения Маргулиса Я не приходил И, в принципе, это невозможно Его место, его место Понятно Я просто на гитаре играю А ты с ним пересекался после того, как пришел в машину? Да, конечно И это хорошо Я тебе скажу, что редкий случай Вот Игорь из первого концерта Все наши фаны приняли Потому что, во-первых, он стилистически вписался восхитительно Во-вторых, у нас наконец-то появился Приличный гитарист На сцене Женя, я не ожидал, что пойдет такой разговор Группа «Машина времени» Группа «Машина времени» Сегодня у меня в гостях Воздух на нашем Давайте споем Поехали Крысы Крысы придумали мир для крыс И для них он совсем не плод Живи себе по крысиным законам И будешь жить как Бог Крысы не любят других миров Хотя их и манит вы Поскольку в своей норе они боги В других мирах И где же закрылись В полку, в полку, в полку, в логово Кораблю волна под винтом Кто там звонит колокол По ком звонит колокол Не спеши Ты все узнаешь потом Первый священник и главный судья Взяли меня в оборот Один кричал Ты не любишь страну Другой Ты не любишь народ Когда оба устали Я попросил Еще что-нибудь написать Я очень люблю Я очень люблю И народ И страну Но я Не могу терпеть крыс В полку, в полку, в полку, в полку, в логово В кораблю волна под винтом Кто там звонит колокол По ком звонит колокол Не спеши Ты все узнаешь потом Ты все узнаешь потом Я раньше думал Я гость в этом мире И каков он Не мне решать Но мне меньше и меньше Нравится воздух Которым нас заставляют дышать И как тут быть При таком раскладе Когда в любой разговор Все чаще и чаще Плетается запах Дерьма из крысиных нор Петр Синий В полку, в полку, в полку, в полку в логово В кораблю волна под винтом Кто там звонит колокол По ком звонит колокол По ком звонит колокол Не спеши Ты всё узнаешь потом Так или иначе, либо какие-то прямые цитирования Либо отсылки Какие-то смысловые в своих песнях К тому, что уже, наверное, можно считать классикой То зачастую возникают Как мне кажется, проблемы У определённой части публики Потому что, мне кажется, она не до конца В данном случае Считывает смысл своего же артиста Вот когда ты сейчас поёшь И употребляешь, допустим, фразу По ком звонит колокол и так далее Ну, с машиной времени, конечно, в этом смысле Всё проще, потому что публика немножко другая Она взрослее Но, тем не менее, ты когда-нибудь замечал на концертах Что вот впрямую эту фразу Кто-то уже не прочитывает в зале То есть они не понимают, о чём ты сейчас упоминаешь Ты знаешь, это их проблема, а не моя Во-первых Во-вторых, не надо думать, что Люди глупее, чем нам кажется В-третьих Всегда В голове сидели какие-то стереотипы Невероятные Вызванные, может быть, каким-то Вот информационным давлением Понимаешь, в советское время Вот что бы я не спел там Мы пели марионетки Это про съезд, это про съезд комсомола Это про съезд КПСС Говорю, ребят, это про вас Какой съезд? КПСС пройдёт, а марионетки останутся Это было, говорит, бесполезно Сейчас я что, не спою? Всё про президента, понимаешь? Говорю, ребят, вы с ума сошли, что ли? Ну, это тоже про вас, про всех Нет, проще же думать на кого-то, да? Это да Скажи мне, вот вагонные споры В своё время Вот они зачем ведутся, как ты думаешь? Мне кажется, что вот вагонные споры Когда появилась как песня И вот вспоминая те вагонные споры В тех наших поездах 70-х, допустим Которые шли Вот если бы сейчас Были бы тогда уже какая-нибудь техника Была бы такая звукозаписывающая Поставить И потом взять, показать Такой вагонный спор Там из купе 2015-го года Потом их свести Тогда смягшировать Получится, как будто Продолжается один разговор То есть прошло почти полвека Споры одни и те же Зачем они идут? Я думаю, что лет 300 прошло Да Без больших изменений Зачем вообще ведут споры? Да, может это не спор Ты знаешь, это вообще Зачем люди спорят? Это вопрос На который у меня нет ответа Наверное, все-таки Для самоутверждения Вот мне так кажется Потому что человек, который Совершенно точно уверен В том, что вот именно так Обстоят дела Зачем он будет спорить с кем-то? А ты сам последнее Сказал вообще спорил Вот то, что можно назвать По форме спором Именно вот прям спор Очень давно Вот тезис? Мне антитезис Я тезис? Нет, я ухожу от этого Мне это не очень интересно А в принципе, я не знаю Вопросы к тебе и к Саше Саша, как думаешь В принципе, вот в том, что называется Спор, да Вообще можно в принципе Вот ты, Андрей Ты встречали людей Которые после спора Человек вышел другим О, смотри Вот он до спора думал так А вот вышел до спора Теперь уже по-другому думает После разговоров Да Встречал Сам менялся После разговоров После споров Не встречал И никогда не менялся Спор Как правильно заметил Монтель Есть просто тренировка Красноречия Потому что истина Если она есть То она существует Отдельно От двух Спорящих Ну вот, господа Это вот Александр Кутиков Подвел Щеткий итог Вот этой части Нашего диалога Тем не менее Возвращаясь Опять-таки В прошлое И в те самые времена Все равно для меня смешно Вот сейчас Ну как не уходи От этого Восприятие Все это так Машина времени Раннего периода Одним из своих там Первых Таких Больших хитов Что называется Сделала песню Флаги над замком Да Ну знаешь Это не мы сделали ее хитом Ну Сделала время Сделали люди Которые ее слушали Тем не менее Вот по ощущению Прям вот Сегодня можно было бы Написать Флаги над замком 2 И это было бы Вот просто песня Из дня сегодняшнего А зачем писать 2 Когда есть 1 Если бы то еще не было То сейчас могла бы родиться В принципе у тебя такая песня Ну надо сказать Что Черт его знает Не думаю Я бы нашел сегодня Другие слова Потому что Все-таки 20-летний человек Живет в одной Образной системе А Человек постарше 60-летний Живет совсем в другой У него больше скепсиса уже Нет Он просто Много прочитал Много услышал И о чем-то думал Ну а приумножая познание Приумножаешь так сказать Скорбь Ну в общем не веселье Это точно С годами у большинства Уходит романтика Из души К сожалению А что приходит? У каждого свое Кто-то Обычно просто уходит Кто-то Становится Озлобленным человеком Кто-то глупым Потому что Очень многим Кстати В юном возрасте Удавалось Глупость Прикрывать романтизм Ну это да Это некий Нам удается И потом дальше Она ушла Безмолвно по-английски Но от нее остались Три строки Но это уже Из другого автора Ну что господа Если мы вспоминали Песню «Флаги на замке» Мы можем ее сейчас сыграть? Сейчас сыграем Надо сказать Что мы очень много лет Не играли И вот Восстановили К 45-летию нашему А что у тебя в кружечке? Кофе такой Интересный Я сейчас Да Потому что Я когда был молодой У меня был голос Тоники Нет Прекрасный кофе Шотландский Ирландский Господа Я даже могу еще реплику произнести уже от себя При Там Десятикратных Там Разных В разные годы Так сказать Прослушание группы Машины времени Я вам считаю Что вот сейчас Вот тоже Уникальный момент Для тех Кто находится у нас в студии И для вас Понимаете Вот так вот Чтобы прям перед тобой Стояла группа Машины времени И спала на песню Флаги над замком Да То есть Из исторического прошлого Это Дорогого стоит Так что В общем-то Всех вас с этим поздравляем Машина времени Воздух на нашем Поехали Как легко решить Что ты слов Чтобы мир изменить Опустить Над крепостью Флаг И ворота Открыть Пусть толпа Войдет В город твой Пусть цветы Оборвет И тебя В суматохе людской Там никто Не найдет Как легко знать Что ты в стороне Что решаешь не ты Пусть другие Побеждают В войне И сжигают Мосты Полпути позади И немного осталось И себя обмануть Будет легче всего От ненужных побед Остается усталость Если завтрашний день Не сулит Ничего И как трудно стерпеть Изберечь все цветы И сквозь холод и мрак Поднимать на мачте мечты Свой единственный флаг Воздух на нашем Машина времени Сегодня у меня в гостях И мы продолжаем Мы продолжаем Михаил Марголец с вами Ну что Вот одна из действительно Раритетных вещей Которая тем не менее Как хорошая всегда Так сказать Как настоящая классика Которая не теряет Ни актуальности Ни своей образности А тут еще Вспомнил-то о чем Флаги над замком Красивая такая Лирика С определенными Конечно Смысловыми оттенками А вот еще была Помнишь песня Из того же времени Она по-разному называлась Там День гнева Битва с дураками И так далее Да Вот это не хочется Да Значит непонятно Тут дело даже Не в том что Мне там не нравится текст Или она устарела музыкально Необъяснимые причины По которым Ты какую-то поднимаешь Старую песню Вот мы ее все любим А вот она не катит Мы ее можем сыграть Ноту в ноту Не тащит Вот она нас самих Если она не тащит нас Она никого в зале не потащит Мы должны сами Кайфовать от своей музыки А какую ты вынимаешь Ёлки-палки Чего мы 20 лет не играли Понимаешь Да Ну вот ты собственно Я ответил на вопрос Я хотел сказать Насколько ты сейчас Еще способен обращаться Вот к этой песне Все понятно Здесь ответ был Говоря о опять-таки О каких-то твоих вещах Не касаемых Только машинно-времени А касаемых Собственных Каких-то Затей Да Одной из наиболее Таких вот Ну Мне кажется Интересных Вообще для тебя Значимых шагов Была Пластинка На песне Галича Да Потом там всякие Опять начались Интересные разные терки Которые мы Можем обсуждать Можем нет Потому что они в принципе Мне кажется Все из того же ряда Из которого и прочее И прочее Что сейчас вокруг Твоего имени Там на основу существует Сам по себе Вообще Для тебя эта работа Работа с песнями Галича Она что-то тебе Дополнительно дала Как бы Или ты просто подошел К давно знакомому материалу И его просто перейдешь Еще как дала Во-первых У меня всегда было Какое-то ощущение Вот я должен отдать долги Я много лет назад Записал с креольцами Альбом Песен о Куджаве Да Услышав их Вот Ну не глупо было Под гитару петь Значит Галич Мне было страшно Жалко Что его забыли Не в смысле Какой-то политической Составляющей Его на время Забыли Лет на 10-15 Потому что Тематика вроде бы Исчезла А он по величине Я думаю Поэт номер один Из всех Наших бардов Как Да простят И остальные Да И вот И вдруг Время стало Возвращаться По ощущению И его песни Опять Стали вызывать Ощущение Что это написано Сегодня И работа у меня Была дико интересной Потому что Галич В отличие от Акуджаева Не мелодист Он практически Декламировал Свои стихи Под не очень Настроенную гитару Да Такой аутентичный рэпер Да И я понял Что вот этот Единственный инструмент Надо убрать В первую очередь И что остается Остаются его стихи Где-то мелодии Да И настроение И все это было сделано С помощью Леши Каменера Замечательного Значит музыканта Лени Мы ушли в электронику Которую я не люблю И никогда ей не занимался Мы записали Два живых звука Там Мандолины Балалайки И живого аккордеона А все остальное Буквально несколько нот А все остальное было Причем Я ему пытался объяснить Он консерваторский человек Я говорю Не надо здесь делать музыку Здесь надо делать состояние Надо делать эмбенс Надо делать вот Ощущение Чем в театре Создается ощущение И Мне кажется Что это получилось У этой пластинки Есть один недостаток Ее надо слушать На хорошем аппарате Или в наушниках Потому что Если ты будешь слушать В машине Во время вождения Ты ничего не услышишь И не поймешь Такая явная антитеза Образу Галича И времени Знаете Когда Вы знаете Галич на хорошем аппарате В общем да Магнитопон системы Яуза Саша А ты что хочешь К такой добавить Добавить хочу Что Этот альбом Был записан Скажем Не совсем обычно А это было гениально Я расскажу Это было Сашкино Дьявольское изобретение Потому что Значит Он сказал Так Давай мы Надо же все равно Прописать голос Вот Трек такой Ну чтобы было От чего плясать Давай запишем демку Ты все можешь Там тихонько На гитаре Акомпанировать Без всякого Метронома Без всего Значит Я писал Как писал демку Понимаешь То есть фактически Как чтец По сути Нет Ну как Нет Я думал Я думал о форме песни Я ничего не переигрывал Понимаешь Другая была задача Когда мы все записали Он говорит Теперь послушай голос Отдельно Мне кажется Что ничего больше писать Не нужно Он меня поймал На том Что я совершенно Не думал о том Что я сейчас пишу Вот чистый Студийный голос Получилось Очень искренне И очень Скажем Глубоко И Скажем Ведь когда вокалист Стоит перед микрофоном Он помимо того Что безусловно Он думает о тексте Он еще думает о том Как он звучит А вот здесь Этого не нужно было Ну да Это конечно Нет Безусловно Доход очень хороший Да Я так себя несколько раз Встречал примерно Спасибо вам Александр Викторович Это вот Реальное участие Да не за что Приходите Еще да Вот да Вот тут интересная штука Скажи мне А ты вообще слушал Потом какие-то отклики Вот на эту свою работу Вот от тех Кому можно поверить Не смотришь А тех кто сказал Ну старик Ну ты был бесподобий Ну я тебе могу сказать Ну я конечно Экспериментировал Я заводил Еще пока не вышла Пластинка дома Ну тем людям Которые Галича слушали И знали в молодости И эффект был потрясающий Я просто к чему тебя спросил Что вот сейчас много Ну не то что много Ну там Ну Дима Ревякин делаю Вообще вот Кто-то сам по себе Обращается к этому Делают вещи Башлачева Я считаю что все неудачно На самом деле Все неудачно А при этом Свои музыканты И те кто вообще Видимо к Башлачеву Не причастен Говорят Вот ну теперь Это хоть можно слушать Я говорю Наоборот слушать Можно было только тогда Но это мое Вот как бы Тончайшая вещь Вообще Делать ремейк Того что было великим Само по себе Вот Очень сложная штука Как бы Битлз не переигрывали Все время У тебя в голове Есть Оригинал Да Ну да И понятно Что вот выше Не в этот хрен прыгнешь Ты можешь уйти в любую сторону И по другим законам Это будет судиться А вот все равно Есть гамбургский счет какой-то А тут Это сложно Ну я с тобой Чуть-чуть не соглашусь Потому что у Саши Васильева Было пара песен Сделано просто превосходно Ну да Но у нее были песни Такие По-моему он делал же Петербургскую свадьбу Даже по-моему Да И петербургская свадьба В его варианте Это просто Там это вопрос вкуса Сильнейшая песня Сильнейшая Господа Вопрос в котором Уже даже не надо Дебатировать о вкусе Машина времени Классика По-прежнему у нас Сегодня в воздухе На нашем Классический воздух Машина времени Давайте продолжаем Вот песенка Которая Очень много лет Называлась 15 к 30 Да А сегодня Она будет называться 46 к 61 I'm 64 Да Поехали Что за время теперь такое Как река там, где брода нет Мост мы строили над рекою Он длиной сорок с лишним лет И вот опять совсем как когда-то Мы стоим на том берегу И я такой молодой И такой лохматый И считаю, что все могу Ах, какие моменты были Это просто кошмарный сон Только дустом Нас не травили Видно, дорог в хозяйстве он И не желая скандальной славы Сорок с лишним лет Налегке Мы учились дышать от рады Точно рыбой в Москве-реке За спиною я слышу охи Этот парень уже не тот У команды делишки плохи Не протянут они голос Дорогие мои, не надо Я открою один секрет Это все я слышал когда-то А точнее сорок с лишним лет И я чихал на прогнозы Дети Вот только странно бывает, вдруг Если вам подпевают дети И даже внуки былых подруг А я совсем не такой уж старый Мне на вид где-то сорок пять У меня еще есть гитара Я умею на ней играть И я еще вам не спел огла Я надеюсь об этом спеть Вот тогда посидели славно Вот тогда посидели славно Только встретиться б нам успеть Воздух на нашем Машина времени у нас в гостях Мы продолжаем Наша.ру смотрите Наша радио слушайте Наша ТВ смотрите То есть Наша.ру То есть все вот так вот Да, кстати, сейчас по ходу дела Напомню вам, что 20 июня Следующий воздух будет с группой Крематорий А мы продолжаем общаться с группой Машина времени И вот как раз таки слушаем песни Которые давно-давно И наизусть знакомы тем, кто Машину давно-давно слушает Да, и конечно Все равно невозможно не слушать эти вещи Сейчас с улыбкой Потому что действительно Вот когда даже такие вот Какие-то вполне элементарные ассоциации возникают Ты понимаешь, насколько все это сходится И от этого действительно просто поржать можно Что называется, да Вот, ну а мы тем не менее продолжаем И, кстати, как раз такой вопрос у меня Такой немножко, может быть, сентиментально-интимный И тем не менее Ты знаешь, вот мы говорили сегодня о тех музыкантах Кто сейчас в группе Мы вспоминали кого-то из тех, кто из группы вышел Ну, прежде чем, не знаю, там Жене Маргулиса, да Которые все, слава богу, здравствуют И тоже поют и играют Есть ряд людей, которые, к сожалению, ушли Уже из жизни И они значительную, в общем-то, как бы Роль играли в группе Машины времени Ну, я уже не говорю о Сергее Ковагое, который, в общем-то, стоял практически у истоков команды Мы говорим о Саше Зайцеве, который тоже как-то вот очень сложно канул и безвестно И, конечно же, допустим, здесь уже даже и мне лично особенно Как-то тоже об этом всегда говорить, так сказать, грустно и так далее Это Макс Капитановский, который не так давно ушел И тоже очень-очень много делал и для машины, и в машине Во-первых, вот, сначала такой просто обычный вопрос Вспоминаете о них когда-нибудь? Ну, конечно, ну, слушай, я всегда Можно рвать на себя остатки волос Но, на самом деле, так обстоят дела, да? Ну, да И вот что тут с этим поделаешь? Ну, это уж точно не к нам Ну, рюмочку поднять-то Да, это мы сделаем обязательно Да, это мы сделаем обязательно Это происходит За всех вот тех, кого я сейчас назвал А я вопрос еще другой такой Не знаю, наверное, к Андрею, но можно и к Саше тоже Потому что вы, в общем-то, вместе в данном случае как один и целый выступаете Так уж, опять-таки, вышло По воле небес, что называется Что, на мой взгляд, так Опять-таки, не берем сейчас Евгения Маргулиса У него, как бы, всегда была такая немножко своя история и так далее Но люди, в том числе, даже любимого теми музыкантами Которые сейчас стоят на сцене Петра Подградецкого Вот, если изучать вот их истории вне машины времени То, да, простят меня эти люди Может, они мне сейчас все плюнут в глаза Но, тем не менее, мне кажется, что не сложилась судьба По крайней мере, творческая, там, профессиональная судьба Вне машины времени Кто выпадал, тот уже как бы как-то и выпадал Я прав или нет? Ну, в общем, да Потому что человек Или матрос этого корабля Или не матрос этого корабля А существует же такая вещь От физика элементарная Один человек может выкопать яму Такой-то глубины за такое-то время Два человека выкопают не в два раза большую яму А в три раза А пять человек Понимаешь, там идет прогрессия, на самом деле Ну да, это Евгений Петрович пел Если сто бегунов, как один бегун Да, это такое было Но я сейчас даже не... А потом, на самом деле, все очень просто Это вы машину времени цитируете, да? Нет, нет, нет Все очень просто, да, безусловно Опять же, цитата Вот то, что Андрей сказал, да Когда складываются вот эти вот силы, да, общие Они сразу превращаются в очень большие В очень большие То есть машина времени — это big size А если брать вот сайт-проекты Это small size Нет, но, Сашка, я не знаю, знаешь, с чем поспорю? Да, что все-таки есть примеры Да, да Медиум Медиум, да, медиум Есть все-таки примеры, опять-таки, даже в мировой музыке Да, людей, которые Неважно, как уже относятся к ним там изначальные поклонники Которые их воспринимали в какой-то группе Но все-таки там нельзя сказать, что Канул там в безвестие там Ричи Блэкмор или Глен Хьюз Тот же Роджер Уотерс, да, там Выпадая из мегапроекта какого-то Миша, все понятно У них немножко другая история бизнеса Там все по-другому Не надо, так сказать То есть, а здесь у ребят по бизнесу не срослось Нет, здесь по-другому организован бизнес Там, если ты выпадаешь из крупной команды У тебя шансов значительно больше сохранить Как бы кусочек того имиджа, который ты приобрел в большой группе Ну, потом от тебя самого это тоже зависит Конечно, безусловно Безусловно Но здесь условия сами Сами по себе условия несколько иные Ага Ну, опять-таки, вопрос вот Ну, по этому же поводу Хорошо Как вы думаете, когда-нибудь, в принципе Поскольку все равно эта тема Я сейчас уже задаю скорее вопрос Так предугадывая его от разных слушателей машины времени Когда-нибудь все-таки у вас Может еще состояться некий разговор С Петром Подгородецким, в принципе, такой вот Нет По причине того, что Ну, потому что фарш невозможно провернуть на сад Ну, скажем так Нас разделили не музыкальные, скажем, барьеры А в некотором смысле человеческие Все, и это как бы вот уже необратимо Что называется А зачем? Господа Да, ну, нет Я как вопрос задал Я не хотел настаивать Господа, машина времени Воздух на нашем Машина времени у меня в гостях сегодня Мы продолжаем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сколько лет сражений Сколько лет тревог Я не знал, что уйти будет легко Нас зовут Вакопы Сколько лет третий звонок Только мы от них уже далеко Там, где находится южный край земли Там, край, где уже не свернуть Там, у причала стоят мои корабли В назначенный день мы тронемся в путь Мы выходим из круга Мы выходим на свет Это знак, что команда уже собралась Мы узнаем Мы узнаем Там, у причала стоят мои корабли На значенный день мы тронемся в путь Дорога в небо Дорога в небо Дорога в небо Там, у причала стоят твои корабли В назначенный день ты тронешься в путь Там, где находится южный край земли Там, край, где уже не свернуть Там, у причала стоят мои корабли В назначенный день мы тронемся в путь Воздух на нашем, машина времени Господа, мы продолжаем Наша.ру, смотрите, наше радио слушайте Михаил Маргоев, с микрофона Ну что, классика на классике, да Так что я думаю, что все должны быть сегодня радостны и довольны И классикой погоняет И классикой погоняет, да, именно так Еще один момент такой биографический Мы его обсуждали с тобой, Андрей, да, и в книге и так далее и тому подобное Но тем не менее, поскольку, опять-таки, речь идет о значительной фигуре О самостоятельной фигуре, да Тем не менее, что было бы, если бы, вот такой дважды сослагательный вопрос Алексей Романов остался бы в группе машины времени на более долгое время А ничего бы не получилось Вот он поэтому, мы же нежные друзья Слушай, мы учились вместе И мне страшно нравилось всегда все, что он делал Была группа «Мерсающие облака» еще Да, да Просто не обязательно всем хорошим музыкантам играть вместе Каждый плывет в своей лодочке, гребет немножко по-своему Речка у него немножко другая И не надо делать один компот из всего этого Но вот в данном случае, опять-таки, возвращаясь, да, к тем историческим временам Действительно ведь было время, ты мне сам в этом говорил, да Когда ты не особо сильно, как бы, да, рвался во фронтмены, да, скажем, группы Я никогда не рвался во фронтмены, и сейчас туда не рвусь Знаешь, я в джазовых проектах сижу Уже дорвался Нет, я сижу и выполняю там во многих вещах в большинстве Скромную функцию гитариста и ловлю этот вот дикий кайф просто Слово Александру Кутикову Сейчас я добавлю Дело в том, что пишущий хорошо Как правило, хорошо говорящий Поэтому все вопросы всегда были обращены к Андрею И он очень красиво и умно отвечал на эти вопросы Я сейчас, наверное, к Никсон должен сделать Да, нет, это тем, кто тебе вопросы задавал Потому что, на самом деле, это они сделали тебя популярным Понятно Да, опять-таки момент А, кстати, Саш, вот скажи тогда такую Это шутка, ты не обижался Нет, он сразу к тебе обратился Да, 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 все, вот так, ушла, ушла, слава Конечно, вот видишь, я обиделся А сегодня за 15 минут может произойти Да, все, перехватил, перехватил и все Саш, тогда вот о чем момент Действительно, да, Андрей там все может хорошо излагать, говорить и сочинять И поэтому он и сочиняет, собственно, помимо стихов и песен Да, есть еще и проза различная Биографическая, там, то есть автобиографическая Или какая-то, может быть, не знаю, там, наблюдательная проза Там, да, о чем-то, о ком-то, там, кулинарная даже проза и все так далее Скажи мне, а почему ни у кого, ну, даже ни у кого-то, собственно, я и к тебе, прежде всего вопрос, наверное Почему у тебя не родилась никогда идея написать некую автобиографическую книгу Тоже, опять-таки, вот в том числе и включая историю машины времени и свою собственную Скажем, я начал это делать несколько лет тому назад, наверное, лет шесть тому назад И вдруг в какой-то момент я остановился, потому что я понял, что я не готов Вот и все Для того, чтобы что-то создать, нужно быть к этому готовым Вот я к написанию прозы, даже автобиографической какой-то, оказался не готов И надо сказать, что мне скорее хотелось написать не про машину времени А про, скажем, свое детство, юность и вообще про ту жизнь, которая у меня была до машины времени Потому что она была исключительно интересной Просто Роберт Моуди, там у нее после жизни Есть ли жизнь до машины времени? Нет, нет, ну она была совершенно другая Ну просто я вырос на улице, но в то же время в интеллигентной семье Вот такие вот всякие сочетания Вот я впервые слышал, и на самом деле это было бы гораздо интереснее Потому что про машину времени кто только уже не писал, извини, Миша А вот эпоха описанная, это правда интересная Да, когда я сейчас тебе, мы с тобой поговорим Отлично, отлично, идет дискуссия Два литератора Как литератора Понимаешь, дело в том, что когда я прочел те несколько абзацев, которые я написал Я понял, что я слишком манерничаю Я ищу какой-то язык, чтобы это было понятно Чтобы, как, знаешь, вот в этом рассказе был запах патриарших прудов Ну, слушай, всегда есть не нами придуманный способ Ты находишь человека, который хорошо владеет языком Просто диктуешь свои воспоминания на диктофон Дальше он это приводит в литературную форму и спрашивает, тебе нравится или нет? Нет, вот так я не хочу И главное всегда использовать произведение слова Нет, вот так я не хочу И главное всегда использовать произведение слова «доколе» Вот тогда это будет сразу На самом деле это же будет не моя книжка Вот ты-то сам пишешь Я сам пишу, но так А я еще не готов Может быть, еще, бог даст, проживу какое-то количество лет И сяду, и за пару месяцев напишу Последний вопрос такой Понятно, что часто И, собственно, я употреблял там Мы упоминаем всегда, говоря о машине времени Хорошо звучит, кстати, для Макареевича вообще И для Кутикова, и для Ефремова Хорошо Упоминая о машине времени, мы всегда вспоминаем группу «Роллингстоунс» Говоря о «Роллингстоунс» Как звучит? Вот такое В 68-м году Нормально Достойная компания Да, но Я тут еще одно вспомнил Тут не так давно приезжали в российскую столицу люди Которые уже давно с ней попрощались Но они все никак не расстанутся Немецкая группа «Скорпиумс» Да, и она вот тоже полтосик свой отметила Что вам очень скоро грозит Ну, относительно скоро Это обязательно будет, я в этом уверен Вот В данном случае Вот для вас Не знаю даже Ну, вот, Андрей, поймешь ли правильный вопрос Для вас существование «Роллингов» и существование «Скорпиумс» Да, вот на протяжении такого долгого времени Это одно и то же или нет? Нет, это настолько разная величина, прости меня Ну, «Роллинг Стоунс» — это большая планета «Скорпиумс» — это такой метеоритик Нет, астероид Астероид Астероид, да Крупный астероид Ну, главное, что не стероид Это в любом случае Это уже Это лучшее А вот этого мы не знаем Господа Сергей Остроумов Валерий Ефремов Игорь Хомич Саш Дедковский Андрей Державин И мега-мега люди Александр Кутиков И Андрей Макаревич Господа «Машина времени» сегодня в гостях В воздухе Михаил Марголец тоже с вами Господа, слушайте «Машину времени» И не слушайте все остальное, что говорится вокруг «Машины времени» Это пустое, господа И быстро пройдет Ну и на ход ноги На ход ноги Всем удачи Вот в море молодых Калышат супер-басы Мне триста лет Я выполз из тьмы Они торчат под рейв И чем-то пудрят носы Они не такие, как мы И я не горю желанием Лезть в чужой монастырь Я видела эту жизнь беспрекрас Не стоит проливаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Один мой друг Он стоил двух Он ждать не привык Был каждый день Последним из дней Он пробовал на прочность Этот мир каждый миг Мир оказался прочней Ну что же, спи спокойно Позабытый умир Ты брал свои вершины не раз Не стоит проливаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Другой держался руслом И течение ловил Подальше от крутых берегов Он был, как все, и плыл, как все И вот он приплыл Ни дома, ни друзей, ни врагов И жизнь в нем похожа на фруктовый мир Видал я и такое не раз Не стоит проливаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пусть старая пушинца давно задерта до дыр Пускай хрипит раздолбанный бант Не стоит проливаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Однажды он протженца под нас Однажды он прогнется под нас Спасибо!